В центре спортивной борьбы начались занятия. Дети приступили к тренировкам с опытными наставниками. Спортивный объект расположен на бульваре Ильюшино в Новом Городе, в современном густонаселенном районе. Учреждения торжественно открылись с участием президента Российской Федерации 19 октября. Во время форума России и спортивной державы организовали видеоконференц-связь с головой государства. И вскоре после яркого старта тренеры и их подопечные приступили к работе. Как только мы открыли двери, к нам сразу пришло много детей, желающих записаться в секции. Было приведено родительское собрание и все с удовольствием записываются. Группы уже наполнены. Подобрен хороший тренерский состав. В секции спортивной борьбы занимается более 60 спортсменов. Мастера спорта международного класса готовят будущих чемпионов. Чем раньше, тем лучше. Приступать к тренировкам можно с пяти лет. Вольной борьбой занимаются как мальчишки, так и девчонки. Девчонки занимаются женской борьбой. Здесь я набираю новые группы. Новые группы занимаются. У нас новый, замечательный, просторный зал. И поэтому ребята приходят новые и записываются. Изящные направления. Аэробика и танцы тоже есть в новом центре. Девочки уже разучивают движение и развивают гибкость в классе хореографии. Мы занимаемся танцами и приходим сюда три раза в неделю. В понедельник, среда и пятница. Мы первые силовые упражнения делаем. Лестница называется. Потом мы начинаем хлопок. Хлопок, потом садимся и садимся в планку. Где грация, там и сила. В центре борьбы оборудован и тренажерный зал. Анатолий Рожкевич занимается во многих фитнес-клубах. Его пригласили оценить новые тренажеры и функциональность зала. Зал очень комфортный. Все новенькое, все работает, все замечательно. Есть, конечно, кое-каких не хватает тренажеров. Но я думаю, все это докупится. А так, с помощью гантельных рядов и штанги, все взаимозаменяемо. То есть парни могут и девушки вполне создать себе хорошую фигуру. Записаться в секции Центра спортивной борьбы можно на страничке ВКонтакте или же прийти в учреждение и выбрать направление на месте. Напомним, центр назван в честь первого олимпийского чемпиона Ульяновской области Виталия Константинова. Решение приняли единогласно тренеры, ветераны и спортсмены Федерации спортивной борьбы.